Вот на своем планчике, который я пока составил, у меня очень интересный вопрос культуры. Я сейчас поясню, что я имею в виду. Кто может себя считать культурным человеком? Как вы себе представляете культуру? Что такое культура? Нужна она культура или нет? К примеру. Вот, я не знаю, кто больше у нас говорил до этого, я не знаю. Я последний говорил. Ну, тогда, пускай, тогда, пускай, Саша. Ну, я не могу войти к этому планету, я пришел к выводу, вот, хотя бы исполнять четыре заповеда. То есть, это наркотики, это алкоголь, табак, карты, ой, нет, кофе, чай. Даже в Индии запрет на кофе, чай. В индийской медицине, агер-беде, 15 лет, запрет, это исключить. Азартные игры, карты, кости, домино. Секс только в браке. Иначе это разлагает общество. И живое не убивает. Мясо, рыбу, птицы, дай, сайфон, рыбу. И тогда уже можно что-нибудь дать. Потому что я читаю там Голсуорси, Бальзак, Шекспир. Ну, ты все страны читаешь, одна интересная для меня не читает. Ну, ничего, я буду дома этим держаться не будет. Это я все отнахую. Не выкидываю, а отнахую. Пусть другие читают. Греб не бросил. Греб не бросил, но это мало интересного. Эти всякие там, Залямы, Пасаны. Есенин больше в ребятам пользует, я вам сказал. Я его копировал. К добру это не привело. К добру это не привело. Ну, ну все, а вопрос это самое, не спорят, скажешь. Нет, я... Ты на Есенина не замахиваешься. Ты думаешь, Саша, ну, посмотри, какой ты этот самый... Нет, я хочу выводом... Высовский рождает агрессию, так вот, Есенина разлагает. Ты чего, это ж хватит. Ну, так оно и здесь. Шекспир, вот здесь, например, там... Ребята, я вам скажу такую вещь. Когда вы предварительно обсуждали, значит, о чем мы будем говорить, мне тоже, значит, Саша сказал так, ой, вот лучше тему не трогать, вот тоже, о которых мы говорили, а я вам скажу такую вещь. Вот наш общий друг, который и с тобой, значит, Саша, не помню, знает или нет, мне как-то сказал, Саша, да людям тебе интересно все. Если ты скажешь, они будут против. Только с этого начинается дискуссия, когда разные мнения. Пускай там бывает, ведь вы знаете, в истории часто бывает так, что меньшинство решает, меньшинство решает, не большинство. Говоря, даже стадо есть, ну, так называют, стадом, а столито. И все-таки вот, а твое отношение к культуре тогда, где же вас интересно, да? Тут есть две темы, культура и цивилизация. Их пытаются объединить, но цивилизация это одно, вот, а культура второе. И культура, в принципе, это двигатель цивилизации. Потому что один поэт, пламенный, так, ну, может, в принципе, как, и покажите толчком, и все. А что включает в себя культура, какие понятия? Что включает в себя культура? Какие понятия, да? Культура, прежде всего, если цивилизация так включает в себя, прежде всего, разом, вот, культура – это проявление души. Это просто проявление души. Если у кого-то, ну, в классиках, например, душа большая, так, ты, в принципе, подтягиваешься, так, и ты, там, культуру, так, ну, культура – это компас, направление, вот, то, что, грубо говоря, ты можешь делать, так, а что нет, не может. Национальная особенность – это культура или нет? Национальная особенность какого-либо народа? Обязательно. Литература является какого-то отображением культуры? Обязательно, да. Я просто к тому, что это можно много составляющих, на самом деле, культуры, да. И поэтому с этой точки зрения, я уж, извините, вынужден сказать, я с тобой согласен, Юра, конечно, надо великий классик, который создали. Я так на это отвечаю. Мы все, конечно, стремимся, я называю даже, Юра посмеивается иногда, квантовый мир, это квантовый мир, мы все к этому стремимся, но пока мы на земле, а пока мы на земле, мы все-таки, конечно, надо уважать. Поэтому крестик нашу, надо уважать свою традицию, потому что иначе мы, на самом деле, эти люди верят во что-то, и просто сказать, что, хотя я с вами согласен во всем, да, хотя я согласен. Слушай, я перебью тебя. Да, 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 пожалуйста. Друзья, пожалуйста, пример культуры. Средние, как и в веках Европы, так вот. Эпидемии, войны, численность населения, ну, вообще, так? А, монашество, так, вот, строгие, вот, строгие, строгие... Не монахи приняли, не церковь приняла. Просто природа сама показала, говорю, ребята, вы вот, люди, вырастаетесь, ты чего? Эпоха Ренессанса. Клублазные романы, так, вот, иди, сплошное блядство налево-направо, так. Просто жизнь сама показала. И это тоже культура, так? Если в шестнадцатом веке, пожалуйста, все эти портреты, так, вот, строгие, так, вытянутые, 18-17 век, так, вот, маха разложенная, так, тамуры, так, сама жизнь сказала, ребята, так, вот, иначе вы не выживите, так, вот, все, культуазность, так, любовные романы, так, любовники и все остальное, и это тоже культура, хотя, в принципе, это разврат, по идее-то, так? Ну, да, ну, природа, пожалуйста, сейчас, сейчас, сейчас я продолжу, так, вот, и, пожалуйста, вот, пример культуры, которая, в принципе, жизнь заставила, ну, обратиться к разврату, так, потому что и, ну, обувь это не... И это было культурно, и это нормально было, и культурно, когда женщина в прыщах вся, так, вот, себе на прыщике, так, ставит мушку, так, а когда, так, вот, флакончик с плохой, пойманной на платье, так, любимой женщиной был, это талисман. И это тоже культура. Вот, представь, если ты пришел сейчас, так, с плохой, так, вот, который ты... Ну, это культурно, а тогда это было не то, что... Ну, это было... Ну, это было... Здорово. Ну, что ты, Саша, хотел сказать? Культура должна быть вести в духовный мир. Муж должен... Нет, 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 нет. И потом одно дело эротика, а другое дело форнография. Вот тут надо... Значит, у меня возник сразу вопрос, извините, он так вот сам с собой возник. Вот в отношении к нудизму, например. Вот, дело в том, что в Картебеле, когда познали, там нудистский пляж вообще, в Картебеле. И вы знаете, я хочу сказать, что, ну, я бы, ну, может быть, не знаю... Там люди совершенно... Никто, ничего не разделено. Там есть нудисты отдельно, другие только это отдельно. И как человеку, живущему просто в городе, который никогда это... Как к этому относиться? Интересно просто мне. Вот как вы... Это что же вопрос культуры вообще? Это твоя очередь. Я много говорю. Ну, хочешь, я-то и тянув диски в пляж, тогда, скажем, белой вороной не быть, разденемся. А если на другом пляже одетый этим, зачем тебе там нудистом быть? Полностью поддерживает, полностью поддерживает. Я-то в девах русских не возмущает. Я поддерживаю. Зря не рискую своей головой. Здоровье береги, как ценный клад. Живи в достатке, но не будь богат. А пул-то дед сыпь. Хорошо, если плачу в своей беспорядке. Я хлебе на сушном подумать не грех. А всего остального и дай мне надо. Жить дороже богатства и почте всех. А вот император Индии Бобов говорил. Не жертву скопедонству я, не пленник церебра. В добре домашнем для себя не вижу я добра. Не говорите, что забор, что Бобов не завершил пусть. На месте долго не стою. Я снова спустя раз. Вот они, мудрецы-то восточные. Это император Индии говорил. И он говорил, ты на чужбине и забыт, конечно, человек. Жалеет только сам себя и сердечный человек. В своих скитаниях не на счастье радости, не знаю, по милой Родине, скорбит известно человек. Это я по поводу иммиграции. Кто уезжает, это стресс-переселенцы, тоска по-разному. А в это говорят, если ты иммигрировал, а в будущей жизни тебя в эту страну в более тяжелом условии. Когда наводнение, эпидемия, гражданка там, мировая. Ну и я-то как-то в тюрьме сидел, я-то бежал, тебя поймали еще 5 лет дали. Ну уж в 4 раз, господи. Ну а, Юлочка, что-то ты хотел тоже здесь добавить? Слушай, ну ты, понимаешь ли, специально провокационно так вот. Да, я специально провокационно. Нет, ты затрил нудизм. Это часть, грубо говоря, часть всего. Тогда давай уж откровенно говорить. Кроме нудизма есть еще пидоростей и так. Нудизм – это, грубо говоря, часть этой проблемы. Человек может быть свободен. Пусть он будет свободен, да. Но когда он свою свободу навязывает остальным… Ну конечно, конечно. Когда на нудистском пляже… Конечно, конечно. Абсолютно верно, да, конечно. Привожу тебе пример. Мальчик и девочка на байдарке в прошлом году проплывали мимо. Да, так. Ой, ребята, так можно, так вот. Они на три дня жили у меня неделю, так. Ну они не слишком богатые, так. Ну еще, у меня банка пришел. Все нормально. Приехали… Ну купались там, загорали голосом. Отель проблемы, так. Приехали ко мне… Десять лет. Приехали ко мне люди, так, вот тоже, так вот. Семья. Мальчик – это 12 лет, так вот. В баню пойдем, пойдем. И девочка так хлопает глазами. А мы вообще нудисты, так вот. Мы вот… Можно мы будем голыми купаться? Если хотите вы голыми купаться. Вот. То есть, пока она купалась тут, вот, грубо говоря… Нет, у меня жена так вот, фыркала, фыркала. Я говорю, ну что, дай мне так вот на молодую попочку посмотреть, так вот. Мне это… Да, 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 да. Мне это… Мне это… Мне это приятно. Ну, когда она заявила, что тут ребенок, а можно вот так вот, я ее отожрал в сторону. Я говорю, слушай, дорогая, так вот, ты на три дня приехал, ты уже неделю тут живешь, так вот. Давай-ка собирайся, так вот. То есть, пока она… Поэтому не так же эти зимние голубые, так… Пока они сами с собой, так… Меня это вообще не волнует. Конечно. Ну, когда они выходят, так, на парады и демонстрации… Это… Да, да, они ущербны. Да, они понимают, что они ущербны. С физиологической точки зрения, с религиозной точки зрения. Ну, да, да. Они все… Ребят, ну, живите в своем мире. Ну, не надо… Не надо это, да. Да, не надо… Вот мы отличные от вас. Нас… Конечно, конечно, да. Ну, мы имеем прав… Имейте… Имейте… Правильно, правильно. Имейте друг друга, как имеете, так и все. Конечно. Ну, к нудизму и ко всему остальному. Пока это меня не касается, пока это не… А, пример, так вот. Да, да, да. Я учился когда, так вот. Нам сказали такой пример. Вот. Что такое хулиганство? Если голая девушка заходит в автобус, и никто не против, это нормально. Если хотя бы один, так вот, возмутиться, то девушку признают хулиганство. Вот примерно так. Интересно.